Я вас приветствую, мои дорогие друзья! Сегодня в этом видео я хочу поговорить о светодиодных осветительных приборах. Ну, в частности, и конкретно в этом случае, я хотел бы поговорить о таких осветительных приборах и прожекторах. В общем, купил совсем недавно два прожектора фирмы Вольта. Вот такие вот прожектора. Они мне понравились небольшой ценой. Они выполнены очень качественно, красиво, аккуратно. Они с защитой от влаги IP65. И светят они очень ярко, и потребляют они очень мало. Но грустный осадок, в принципе, появился спустя некоторое время. Конкретно после их использования. Сейчас я об этом и поговорю. В общем, после установки этих прожекторов на свои законные места, и при подключении к общей системе освещения, я начал использовать этих прожектора по прямому назначению. Начал работать вместе с ними. Ну, и, собственно говоря, из плюсов. Да, они светят очень ярко. Действительно ярко все освещается. Но и появились сразу же первые минусы. Минус первый. Периферийным зрением, то есть, когда я отхожу от этих прожекторов, я вижу очень сильную пульсацию этих ламп. Это очень неприятно и очень сильно напрягает. Второе. Возникло спустя несколько часов после работы с этими лампами. Я ощущал очень сильную усталость. Третье. Это то, что при попытке что-нибудь снять на видео под этими лампами, я не могу ничего качественного снять, потому что бегут жесткие полоски. То есть, частота пульсации этих ламп очень низкая. Ну, и, собственно говоря, самая большая ложка дёгся при использовании этих прожекторов, было в том, что при попытке что-нибудь сварить сварочным аппаратом, и, надев на себя сварочную маску Хамелеон... Вася, ну, я вообще-то здесь видео снимаю. Черт-то лохмоты. И при надевании сварочной маски Хамелеон, сварочная маска, как вы можете видеть в этом видео, уходит в полную защиту. И даже не помогает просто прокрутка сенсора. То есть, маска просто тупо уходит в защиту, и всё. И варить при этом, и видеть, что я варю, никак невозможно. И это заставило меня углубиться вообще в тематику мерцания светодиодных прожекторов. И я узнал массу всего нового, чего, в принципе, не знал. Покопавшись в интернете, я нашёл информацию, что частота мерцания и пульсации света от 3 до 70 Гц, она очень опасна для человека. Она может вызывать очень неприятные ощущения, и последствия, в принципе, тоже очень неприятные. Ну, а частота мерцания от 100 до 300 Гц, она, в принципе, не различается уже человеческим глазом, и её можно определить только специальными стробоскопическими устройствами. Какие же могут быть последствия, собственно говоря, при использовании таких осветительных приборов? Хочу вам зачитать то, что я выписал из норм по осветительным приборам, то есть, каковы последствия при работе таких осветительных приборов. А последствия, на самом-то деле, очень неприятные. Неприятные. Это понижение концентрации внимания, падает работоспособность, возникает ощущение внутреннего дискомфорта, возникает сухость резких глазах, возникает необъяснимый упадок настроения, и возникает усталость к концу рабочего дня. Да, действительно так оно и есть. Я действительно попробовал на себе, то есть, при работе таких прожекторов, это действительно так и есть. Вот этот свет основной, который работает у меня, у него высокая частота пульсации, мне с ним работать очень приятно, но при работе с этими прожекторами действительно просто происходит какой-то вот пипец. Ну и что же со всеми этими проблемами делать обычному убывателю? Ведь ни на какой коробке от простой той же самой светодиодной лампы вам производитель не напишет никаких данных про частоту пульсации, ее интенсивность. То есть, информации в принципе никакой нет. Нужно на стадии уже покупки осветительного прибора отслеживать, подходит нам этот прожектор, либо лампа, либо нет. Для этого нужно, в принципе, соорудить какой-то маленький приборчик, который можно было бы сносить с собой в кармане, он не занимал бы много места, и можно было бы при покупке включить осветительный прибор, проверить, ага, частота низкая, это нам не подходит. Включили, проверили, частота высокая, этот прибор нам подходит. Я для вас этот маленький девайс сделал, ну а сейчас я расскажу поподробнее о его конструкции. При создании такого маленького портативного приборчика, нужно решить такую маленькую и непростую задачку. Как можно качественно отследить, в принципе, или ощутить, или как качественно можно замерить частоту пульсации осветительного прибора? Да все очень просто. Если мы на глаз это не можем определить, так давайте переведем это все в звуковую частоту. Ведь человеческое ухо может слышать от 0 до 20 тысяч герц. То есть мы на слух уже реально можем определить без всяких калькуляторов, без всего, то есть насколько часто пульсирует лампа. Ну а тут тогда уже получается все очень просто. Для того, чтобы все это воспроизводить в звуке, нам необходим маленький динамик. Усилитель мы сделаем всего лишь на одном транзисторе. Ну а в качестве датчика, который будет именно считывать показания светового прибора, я буду использовать сначала попробую фототранзистор, ну и попробую еще маленькую солнечную панельку. Что из этого получится? Ну давайте сейчас мы посмотрим. Значит схема этого девайса наипростейшая. Тут сложного нет ничего. Это может выполнить каждый, кто умеет хоть немножко паяльником. Радиолюбителям здесь быть не обязательно. Значит по первой схеме у нас все выполнено для фототранзистора. Для питания мы используем литий-ион аккумулятор формата 18650. Здесь у нас восьмиомный динамик. Здесь у нас транзистор. Я использую RFZ44. Здесь переменный резистор на 10 клоом, для того чтобы подстроить ток смещения базы. А здесь фототранзистор. Если я не ошибаюсь, он по-моему исполняется на схеме именно так. Кто знает, напишите в комментариях, прав я или нет. В общем при попадании света на этот фототранзистор, у него проводимость перехода меняется. И собственно говоря, транзистор вот этот начинает открываться. Попадает свет, открылся, прошел звук, прошло колебание. Закрылся, нет колебания. И вот в таком именно режиме он работает. По второй схеме с использованием солнечной батареи, вот реально солнечная батарея, я не знаю как исполняется на чертежах, но если честно, то вот как бы вроде по схематетнике она именно выполняется так. Здесь еще примитивнее. Здесь подстроечный резистор убирается вообще. То есть используется только динамик, транзистор и фотоэлемент. Питание тот же самое. Литий-ионный аккумулятор 18650. Ну давайте теперь соберем и попробуем на практике, что оно из себя представляет. Значит подстроечный, надеюсь, клоом. Обычный транзистор. Солнечная панелька вот такая вот будет. Она у меня от пауэрбанка. Не рабочего осталось, но рабочая. Фототранзистор это вот такой вот маленький типа диодик, но это не диод, это именно фототранзистор. Я как-то выковырнул его из какого-то допотопного телевизора. Вот динамик на 8 Ом, обычный маленький. Ну и собственно говоря, скоба под аккумулятор и сам аккумулятор 18650. Спаивать все будем поверхностным монтажом. Все будем делать просто. А склеивать это все будем на термоклей. Субтитры сделал DimaTorzok Вот какой девайс у нас в итоге получился. Все в принципе так компактно, в карман укладывается довольно-таки жестко. Подстроечный резистор у нас на среднем положении. На фототранзистор надел немножко термоусадки, чтобы сузить спектр восприятия, чтобы была узкая полоска. Можно было бы направить на прибор и как раз таки считать показания. Ну а теперь собственно говоря, вот как раз таки о тех проекциях, о которых я говорил. Вот сейчас я переключу именно на них и посмотрим, что у нас получится. Оооо, частота пульсации во всей красе. И на камере, наверное, скорее всего тоже полоски бегут. Ништяк. Но как только я включаю второй свет на более высокой частоте, он его забивает. Хотя нет. Вот. Направляю к прожекторам. Это ужас. Ну а теперь я хочу, в принципе, продемонстрировать вам сам приборчик на трёх светодиодных лампах. Я знаю точно, что одна из них полнейшее говно. Какая именно, не знаю. Посмотрим. Так. Направляем как раз таки на лампочку. Ну посмотрим. Вот это должна быть вроде как хорошая лампа. Ну да. Так. Вот это не знаю. Либо вот это, либо вот это. Некачественная. Тишина. Значит вот это. То есть вот эти две лампы для зрения нормальные. Но вот скорее всего вот эта лампа будет во всей красе. О, ну да. Отлично. Ну и собственно говоря, эталонными всегда были лампы накаливания. У них самая минимальная пульсация. Ну, собственно говоря, так и есть. Ну а теперь хотелось бы ещё продемонстрировать, как себе поведёт самодельный фонарь с шим-регулятором, китайский светодиодный фонарь и качественный, хороший фонарь феникс, который служит мне очень долго верой и правдой. Значит, начнём с китайского фонарика. У него есть много режимов. Это постоянный. Светодиод включен полностью. Оооо. С какой частотой он работает. Сигнал SOS. Ну вот, собственно говоря, режимы яркий, менее яркий и ещё менее яркий реализуются в фонарях при помощи шим-регуляции. ну вот самопальный фонарик делал его как бы давно очень но тут тоже шим регуляция то есть яркость регулируется именно таким образом но на более высокой частоте и все самый яркий режим это напрямую от аккумуляторов светится а вот уменьшение свечения реализуется при помощи шима прикольно ну и собственно говоря в чем разница хороших фонарей и плохих фонарей здесь тоже много режимов то есть четыре режима до самого яркого но частота пульсации даже находится не в слуховом диапазоне то есть это на больших частотах все реализовано никакой пульсации в принципе быть не может очень качественные фонари кстати всем рекомендую феникс очень хороших фонари еще одна прекрасной особенностью вот этого фото транзистора является то что он широкого диапазона и он воспринимает даже инфракрасное излучение а это говорит о чем а это говорит о том что можно в принципе проверять работоспособность обычных пультов которые работают именно на этом диапазоне проверим да то есть тел пульт или нет его реально можно проверить на этом приборчике да классно ну да весьма полезный девайс я могу сказать прикольно а погромче можем сделать да и на большом диапазоне кстати ребят ну хватит играться собственно говоря теперь мы попробуем вместо фото транзистора забобинить солнечную батареечку для этого сейчас произведем маленькую манипуляцию и попробуем что мы можем сотворить вот с этой штуковинки ну вот собственно говоря подпаял светодиодную панельку как показано по схеме все что приклеено пока отсоединил для чистоты эксперимента ну проверим на что способна теперь солнечная панелька включим прожектора работает тоже если чисто прожектора ну да короче никому не советую покупать эти гребаные противные прожектора ну и собственно говоря проверим теперь на лампоськах обычное накаливание никакой реакции никакой реакции а а вот светодиодная панель точнее солнечная маленькая панелька оговорился извините воспринимает уже высокочастотные шумы но не на высоких частотах эти шумы плохая лампочка ну в принципе все то же самое ну давайте для полноты эксперимента теперь на пульт конечно она реагирует не будет а реагирует на пульт реагирует прикольно значит на все фонарики на реагировать будет тоже да а светодиодная панелька точнее о светодиодная солнечная панелька воспринимает уже высокочастотные шумы но этот шум на очень высокой частоте солнечная панелька более чувствительно ну что же мои дорогие друзья подведем итоги по проделам на работе в общем девайсом я остался очень довольным выбираю компоновку с фото транзистором по причине того что она компактная как показали эксперименты что солнечная панелька что фото транзистор в принципе работают одинаково только одно но солнечная панелька воспринимает уже более высокочастотные шумы приборчик компактный легкий и как бы блин я его оставлю его разбирать даже не буду порадовало то что еще воспринимает инфракрасное излучение от пультов дистанционных очень даже ничего такая штуковина нравится настоятельно не рекомендую покупать прожектора вот этого производителя сразу могу сказать полное говнище я через это прошел и башка от них болит и сварочная маска не работает а если вы вдруг еще захотите работать на токарном или на сверильном станке забудьте вы просто напросто в один прекрасный момент увидите такую фишку что как будто сверло стоит на одном месте но оно на самом деле крутится это стробоскопический эффект то есть можно реально остаться без пальцев ну как говорится все что знал то рассказал кому видео было полезным не забывайте ставить пальцы вверх подписываемся на канал ну а сегодня всем пока